Валентина Согласно одной средневековой легенде, 14. февраля птицы собираются в стае для того, чтобы в канун приближающегося дня весны выбрать себе спутника на всю жизнь. Валентина Света и радости – это предверие любви. Валентина Света и радости Света и радости Света и радости А мужчинам рекомендуется хорошенько подумать, вдруг эта сама судьба стучится в ваши двери. Света и радости 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 Сейчас мы находимся в зале театра «Аплаус», где только что прошел замечательный спектакль, посвященный любви. И сейчас мы разговариваем с актерами этого спектакля. Представьтесь, пожалуйста. Таня. Таня. Даша. Катя. Наташа. Алла. Катя. У вас спектакль был посвящен любви, а сами вы верите в любовь с первого взгляда? Не знаю. Нет, наверное. А ты? Я верю. Да, безусловно. Человеческая психика, она такая странная и совершенно необъяснимая, особенно эта любовь с первого взгляда. Почему и зачем, и надолго ли. А как, на ваш взгляд, сколько может длиться настоящая любовь? Настоящая? Ну, название само за себя говорит. Настоящая, значит, большая, значит, на всю жизнь. А у тебя была первая любовь? Ну, безусловно, я довольно нормальный человек. А у тебя? Нет. Да. А правда, что любви все возрасты покорны? Ну, разумеется, раз это сказал классик, то это подтверждается на каждом шагу. Например? Например. Пример можно увидеть, но элементарно на телеэкране, когда телезвезды там выбирают себе, так вот, по возрастам. Ну, вот. А какие качества вы бы хотели видеть в своем будущем избраннике? Разумеется, он должен быть с каким-то намеком на симпатичность. Это безусловно. И добрый, верный, умный, и дальше по списку. А ты? Ну, конечно, должен быть симпатичным. Добрым. Не знаю. Ну, симпатичным, наверное, добрым и веселым. Играет музыка Русалочка пошла на огромные жертвы ради любви. А вы считаете, как вы считаете, правильно ли она поступила? Мне кажется, что да. Мне тоже. А почему? Ну, ради любви все можно сделать. Я бы, наверное, то же самое сделала. Поэтому так и что. А вы знаете, что за праздник День Валентина? Ну, открывают все чувства. Свои, ну, любимым или любимой. А ты будешь делать какие-нибудь подарки? Думаю, что да. Какие? Ну, это уже... Ну, потом все будет решить. Девочки, подумайте, правильно ли поступила Русалочка, отдав свой голос, все для своего возлюбленного? Ну, я, в принципе, думаю, что да, потому что, как видно, это любовь настоящая. А что не сделаешь ради настоящей любви? Ну, это да. Я бы тоже так поступила, потому что любовь-то, она должна показываться. Наверное, да. Знакомились с театром «Аплаус». Мы надеемся, это первая, но далеко не последняя встреча. Мы будем встречаться и в дальнейших наших передачах. Сейчас мы вам представим победителя нашей прошлой викторины. Это Даша Терехова, которая правильно ответила на все наши вопросы. Мы вручаем ей наши призы. Во-первых, это журнал «Мини-галактика». Первый номер этого журнала. Журнал этот для бывших детей и будущих взрослых. О детской эстраде и не только о ней. Спасибо. Второй наш подарок – это кассета на Тусе, предоставленная Творческим центром «Аплаус». И, наконец, третий подарок – это такой маленький купончик. Предоявитель этого купона получит возможность приобрести любую кассету, выпущенную из студии «Аплаус Рекордс» с 20-процентной скидкой. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, в какой школе ты учишься? В Леномерской гимназии. Какие у тебя увлечения? Ну, я сейчас хожу в художественную школу. Мы знаем, что у тебя сегодня день рождения, мы тебя поздравляем. И у тебя есть возможность передать привет своим друзьям. Спасибо. Ну, я хочу передать своей школе привет и все. Теперь немножко поговорим о Дне Валентина. Как ты считаешь, есть ли любовь с первого взгляда? Я думаю, что да. А ты ее встретила? Да. Как вы будете справлять День Святого Валентина? Мы справляем с школой. Мы будем в субботу учиться, а в понедельник не будем учиться. И как вы будете справлять? Ну, у нас есть в школе почта, у нас будет музыка играть. Ну, как обычно, мы праздники справляем. Всех поздравляем с Днем Святого Валентина. Смотрите программу H2O и выиграйте так же, как и я. Пока! Сейчас мы вам скажем правильные ответы на наши вопросы предыдущих викторин. Правильным ответом на первый вопрос был мультфильм «Геркулес». Войзон записала саундтрек именно к этому мультику. Когда вы читаете книжки, обращайте внимание на их авторов, потому что произведение «Гулливер» написал Джонатан Свифт. Покровительницей музыки в Древней Греции была и в Терпо. Это и был правильный ответ. А вопрос с ног на голову. Мы показывали вам мультфильм «Геркулес», а звукоряд был из мультфильма «Крокодил Гена». В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Субтитры сделал DimaTorzok